итак эту штуку я купил уже достаточно давно по моему где-то в середине 2019 года купил для будущих стримов но так и не применил ни разу но давайте же я все-таки покажу что это наверное вы догадались это льгата камлинг да именно эта штука у меня сегодня на распаковке конечно же я буду в дальнейшем проводить стримы с помощью нее а сейчас я покажу что находится внутри общем-то по идее эта штука должна захватывать изображение в 4к то есть 3840 на 2160 если я не напутал соотношением сторон подключается она в usb 3.0 на этой картинке вы прекрасно видите как это все должно происходить больше собственно на коробке ничего не написано никаких обозначений нет только вот это давайте смотреть что же там внутри ух люблю распаковывать новые гаджеты не умею распаковывать красиво коробки выколупываем опа и вот что у нас собственно то и есть внутри самого льгата камлинг эта штука для захвата видео изображения здесь все просто это карта захвата здесь один hdmi вход и юсб этот кабелёчек видимо существует для того чтобы просто более удобно подключать в usb порт наше устройство потому что оно достаточно длинное если вы вставите взад компьютера эту штуковину то как минимум она вам не позволит придвинуть плотно ваш комп к стене ваш системный блок на вот этот вот кабелёчек позволит вам несколько развернуть и расположить в другой плоскости эту эльгату короче вот такая вот простая упаковочка ничего здесь лишнего нет есть конечно же наклеечка эльгата кому-то она нужна но не мне есть инструкция которой пользоваться никто не будет погнали вставлять в компьютер и смотреть как эта штука работает наконец-то я пересобрал очередной вариант освещения очередной вариант расположения камеры подключение рекордер использование микрофона потому что каждый раз я все меняю каждый раз я пробую что-то новенькое сегодня дал такой вот вариант сзади там красный источник света на меня светит лампа настольная если светильником из леруа мерлен сзади у меня контровой свет тоже из леруа мерлен сегодня прям все очень дешево очень дешманский этот свет 700 рублей этот свет 300 рублей и светодиодная лента с алиэкспресса не за 1000 рублей наверно с управлением по вай фай ну и там нет гнуевский источник rgb 600 и по-моему он что-то светит немножко заполняет красным светом но это самое дорогое 8000 по моему он стоил с аккумуляторами вместе такой у меня сегодня сетап по освещению пишу я все на на камерный микрофон rodea mini микро хрен его знает такая маленькая пижня за 400 тысяч рублей rodea micro наверно купаем обычный бытовой hdmi hdmi кабель который поддерживает 4k наверняка если вы используете на камерный монитор у вас уже есть маленький кабель micro hdmi hdmi и вам потребуется для того чтобы сконнектить эти два кабеля на вот такой вот переходничок такой адаптер который позволит вам связать соединить два ваших кабеля так как камера сейчас у меня подключена к рекордеру атома с нельзя 5 у него есть выход hdmi полноценный и мне достаточно просто подключить свой компьютер стандартном hdmi с большим hdmi кабелем в этот рекордер что мы сейчас и сделаем погнали теперь у меня настроен выход hdmi через рекордер то есть картинка у меня идет с камеры сперва на рекордер записывается а дальше она идет в компьютер и соответственно мы тоже можем захватить на этот сигнал уже с помощью компа но теперь нам требуется сделать еще одно очень важное действие нам требуется установить драйвер на наш компьютер а точнее программу для работы с эльгата camlink погнали смотрите кстати здесь очень много вариантов для записи для захвата изображения hd качестве внешние какие-то карты захвата внутренние карты захвата для пися экспресс которые вставляются непосредственно в компьютер всякие здесь штуки есть и камлин который вот собственно вот он уже на картинке и вы здесь можете видеть что вот кэмбасс какой-то аппарат подключается к ноутбуку а также любая камера gopro да все что угодно вы можете подключить к вашему компьютеру и вести как минимум запись на пк или mac а также транслировать транслировать в интернет транслировать youtube ну давайте вам покажу что здесь еще есть и чем эта штука хороша хороша на тему смотрите получается то что нам дает веб-камера стандартная его то что мы можем получить по кешечкой при использовании конечно же нашей dslr камеры зеркальной беззеркальной неважно главное чтобы выход hdmi позволял выводить картинку чистый сигнал короче на вот так вот это должно выглядеть в компьютере теперь кликаем в правом углу на ссылочку download и что же нам нужно 4 давайте мы скачаем 4k captcha утилит для того чтобы windows вся эта штука заработала нам нужно задать необходимые разрешения для этого мы переходим в меню пуск параметры конфиденциальность пролистываем слева прокруточку до положения камера его доступ к камере для этого устройства включен может быть выключен разрешить приложение доступ к камере нужно поставить включить давай давай короче все у меня запустилась вот моя рожа вы увидите и большой задержкой вот здесь вот на рекордере и вы увидите на записи с экрана в общем везде вы меня увидите так как я сейчас вещаю в логе вы видите что картинка такая странного цвета но тем не менее она есть на есть это хорошо по моему все работает процессор как вы видите как вы видите вот здесь я не знаю как вам показать короче меня вот монитору загрузки есть процессора он не загружается при использовании внешней карты захвата и даже если тыкнуть запись все равно процессор загружается не так сильно как мог бы при софтварных способах записи захвата сигнала так что здесь у нас железная штука там напрягается надеюсь вот все происходит быстро короче вот такую штуку я распаковал подключил компьютеру показал вам как это сделать если вам понравился этот ролик ставьте лайки если не понравился ставьте дизлайки пишите комментарии задавайте вопросы нажимайте на колокольчик подписывайтесь на канал наконец до новых встреч увидимся в следующем ролике пока удачи удачи од